Итак, сегодня я получил вторую часть товаров, которые я заказывал. Итак, это масло 5W40 Prista. Это болгарское масло. Оно недавно, скажем так, вошло на рынок Украины и продвигается. По тестам многие это масло хвалят. Ну, мы проверим. Для этой машины не критично. Также месяц ехала ко мне прокладка передней крышки двигателя, потому что она у меня на герметике. Она стоит копейки, поэтому решил заказать. Потом приехали ко мне круглогубцы для того, чтобы разжимать стопорные кольца. Потому что я планирую менять шаровые, а там без этого никак. Ну и, соответственно, корейский фильтр. Масляный, производитель Амондо. Бренд прикольный. Фильтра качественные. Ну и по цене мне понравился больше всех. Итак, мы уже под днищем. С правой стороны вот здесь находится гаечка на 14. Болтик вернее. Берем тазик. Подставляем под поддон. И ждем, пока масло стечет. Итак. Масло сливается. Я не знаю, как передать его на камеру. Но оно просто черное. Масло, по словам предыдущего владельца, не менялось около 8 или 10 тысяч. Залито здесь было хадо, я так понимаю. Масло, как мазут черное. Я теперь понимаю, почему у меня движок работал как дизель. Ну ничего, сейчас поменяем. Итак, заливной объем в мой двигатель у меня GA14DS на карбюраторе. Заливной объем 3,1 литр. Я взял канистру на 4 литра, потому что других емкостей не было. Поэтому внимательно следим за щупом. 3,1 литр. Учитывая то, что не все стекает с поддона, поэтому может зайти ровно 3. Итак, масляный фильтр находится, если вы стоите перед машиной, вот здесь. Если залезть вот сюда рукой, он лучше всего откручивается, конечно же, снизу. Чтобы его, допустим, правильно открутить, или вообще получилось открутить, берем наждачку, окутываем фильтр и пытаемся рукой открутить. Закручиваем так же. Второй фильтр у меня в руках, с него еще вытекло грамм 100 масла. Открутил я с помощью наждачки. В принципе, надо было приложить не сильно большое усилие, но рывок надо было сделать, чтобы он открутился. Сейчас приступаем к накручиванию нового фильтра. Вон, еще масло выливается. Прежде чем использовать масло, обязательно его нужно взболтать. Следующий шаг, это нужно будет залить в фильтр, немного масла, для того, чтобы холодный пуск произошел сразу с маслом, и не произошло никаких задиров в двигателе. При заливке масла в фильтр, рекомендую не смазывать вот эту резинку, потому что есть шанс, что когда вы будете закручивать фильтр, она выйдет из пазов, ее загнет и будет течь масло. Далее приступаем к заливке самого масла. Главное не прошляпить уровень. Теперь проверяем уровень масла. Пока до верхушки еще не дошло. Ждем пока все масло стечет, и тогда проверим уровень повторного. Итак, сейчас масло стекло, оно на уровне, то есть почти-почти максимальный. Вообще рекомендуется заливать на среднюю границу, между малой и максимальным уровнем. Ну, я долил чуть-чуть больше, но не долил до полного, поэтому сойдет. Итак, масло мы поменяли, в среднем процедура занимает 15 минут. Я это делал первый раз, поэтому у меня немножко дольше. Но масло заменили, сейчас пробуем завести движок. Итак, мы с тобой успешно поменяли масло. Единственный момент забыл тебе сказать. Не пугайся, когда ты будешь заводить движок и будешь видеть, что горит масленка, то есть низкий уровень давления масла. Это фильтр наполняется маслом. Это занимает где-то 3-5 секунд. В это время фильтр наполняется максимально быстрым маслом, потому что, если ты помнишь, мы до этого залили 100 грамм туда, чтобы ему легче было наполниться. Когда наполняется, работа двигателя выравнивается, и у меня, в принципе, пропал дизельный звук. Я думаю, что нужно дождаться, пока новое масло вымоет старое из гидрокомпенсаторов, и дизельный звук у меня уйдет. Хотя я грешу, что еще старое масло попало в гидравлический натяжитель цепи. Из-за этого цепь тоже может издавать дизельный звук. Посмотрим, покатаемся. Новое масло себя покажет где-то через 100-200 километров, и тогда можно делать выводы, помогло оно или нет. Ну, а тебе спасибо, что смотрел мой канал. Подписывайся, ставь лайки, и не забывай, скоро будут новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok